Подобные инциденты происходят, конечно, не так часто, как дорожные аварии. Только за прошедшие сутки на автомагистральных регионах зафиксировали 8 ДТП, в которых двое человек погибли и еще 12 получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла накануне на 18-м километре Галаустинского тракта. Там столкнулись с грузовикой и легковушкой. По предварительным данным, 83-летний водитель выезжал со стороны садоводства и решил проскочить перед грузовиком, который ехал по трассе. От бокового удара машину буквально смяло. Пожилой водитель и его 57-летний пассажир от полученных травм скончались. Шофер больше груза не пострадал. Я притормозил еще, смотрю, вроде бы машина приостановилась. Я не придал значения, поехал дальше. И он выскочил передо мной. И произошло столкновение с секунды делов. Вышел из машины, заглушил, подбежал, посмотрел, что зажатый. Не стал трогать, вызвал сотрудников. А полицейские Усть-Илимска разбираются в деталях ДТП с мотоциклом. На перекрестке этот транспорт столкнулся с легковушкой. На кадрах видно, водитель автомобиля поехал на зеленый сигнал светофора и вдруг перед ним вылетел мотоциклист. Он получил травмы, перелом ноги и черепно-мозговую травму. Помощь медиков понадобилась и пострадавшим в результате столкновения на перекрестке в Иркутске. Это два водителя и пассажир одной из иномарок. Находившихся на остановке общественного транспорта люди не пострадали. Ведется проверка. Продолжение следует...